Я не родился с очками, не с детства у меня очки. Из-за моей профессии, что я много работаю с компьютером, в какой-то момент времени я одел очки. Но предшествовал этому интересный эпизод с контактными линзами. Я помню, как я услышал впервые о такой новинке, как контактные линзы. Пошел в один из киевских центров, и мне предложили это чудо. Когда я по рекомендации врача одел линзы, я действительно буквально прозрел. Я увидел, что у дерева отдельные листочки. Что это не просто большое зеленое пятно, а это действительно каждый листочек видно. Я шел домой, помню, смотрел под ноги, трава, она вся как бы детализирована. Это не просто, знаете, что-то серое, черное, зеленое. То есть я жене еще, помню, с восхищением позвонил, и это было такое. Радости моей не было предела. Через год оказалось, что мне нельзя носить контактные линзы. Потому что у меня заболевание глаза, называется оно кератоконус, тонкая роговица. И то, что должно было послужить мне на пользу, а я это без проверки вот так за чистую монету воспринял, послужило мне во вред, потому что из-за этого состояние глаза ухудшилось. В общем, у меня повторное было обследование, и с тех пор я одел очки. И вот я не случайно рассказал эту историю, потому что в нашем... Если можно, переключите, пожалуйста, слайд. Как раз название проповеди и название нашего размышления сегодня звучит так. Два нельзя, которые лучше, чем можно. Мы посмотрим с вами историю из книги Иисуса Навина, 9 главу. И в ней есть много уроков, но как минимум два из них мы посмотрим. И вот в моем случае нельзя было лучше, чем можно. Лучше было мне не носить линз, а сразу же, возможно, одеть очки или каким-то образом другим путем пойти. Есть случаи в нашей жизни, когда нельзя сохраняет нас от чего-то. И мы знаем, как люди опытные, что иногда умение говорить «нет» каким-то вещам, оно не менее важно, чем наше согласие с чем-то. И вот как раз об этом мы поговорим сегодня с вами. Хотелось бы открыть вместе с вами Иисуса Навина, 9 главу. Пожалуйста, откройте вместе со мной в Библии, которую вы принесли с собой, в бумажном варианте или в электронном. Хотя на слайдах будут появляться тексты, но чтобы вы сравнивали перевод и погрузились в эту главу, я рекомендую вам открыть. Серия эта называется «Время действовать. Час диеты». Почему такое название у серии? Напомню о том, что в первых пяти книгах Бог даёт заповеди Израилю, как им жить, что делать, такая теоретическая часть. И книга Иисуса Навина говорит о том, что всё, знаний достаточно, пришло время соблюдать, пришло время действовать, пришло время завоёвывать обетованную землю. И для нас эта серия тоже очень важна. Головы наши могут быть забиты разными христианскими фактами, и часто не хватает чего? Применения. Пришло время действовать. Поэтому серия направлена на применение. Давайте мы откроем и погрузимся в эту историю. Начнём читать буквально уже с первого стиха. «Когда об этом услышали все цари к западу от Иордана, в Нагорьях, в западных предгорьях и по всему побережью Великого моря до самого Ливана, цари Хетов, Амареев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иусеев, они собрались вместе, чтобы воевать с Иисусом и Израилем». Начинается наш отрывок с фразы «Когда об этом?» «О чём об этом?» То в предыдущих главах, если вы вспомните проповедь в прошлое воскресенье, вспомните содержание книги, говорится о том, что Израиль уже завоевал победно два города в земле обетованной. Первый город был Иерихон. Бог сделал чудо, сказал, как Израилю поступать. Они в точности всё выполнили, трубы затрубились, стены обрушились, и они беспрепятственно взяли первый город. Второй город был город Гай. Там была ошибка. Со второй попытки они, тем не менее, взяли этот город, и уже два города были захвачены Израилем. И вот когда об этом слышат жители и цари той местности, они составляют военную коалицию, чтобы воевать с Иисусом. Имеется в виду здесь и Иисус Навин. Возможно, вы впервые сегодня попали в церковь. Мы не говорим сейчас об Иисусе Христе, хотя имена похожи. Иисус Христос, Иисус Навин. Но речь идёт в этой истории о человеке, который жил в XIV веке до н.э., полководец, преемник Моисея, и вот он ведёт народ в землю обетованную. И вот эти цари собираются вместе. Но жители Гаваона, услышав о том, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, то есть помня про эти две победы, они ведут себя, обратите внимание, по-другому, не так, как коалиция этих царей. Что они делают? Прибегли к хитрости. Они пошли и собрали в дорогу еды и нагрузили своих ослов ветхими мешками и ветхими мехами для вина. Здесь нужно включить своё воображение. Давайте нарисуем себе. Представьте себе людей, которые одеты в старую одежду. Самую старую одежду, которую вы можете представить. Может быть, в шкафу у бабушки, какое-то пальто, которое моль поела. Я не знаю, у каждого могут быть свои какие-то ассоциации. То есть представьте себе, люди прибегли к определённой хитрости. Позже мы узнаем, в чём была суть. Значит, вот они нагрузили ослов ветхими мешками, ветхими мехами для вина, изорванными, заплатанными. На ногах у них были поношенные и залатанные сандалии. Нам легче дырявые кроссовки представить или там ботинки, но вот представьте, залатанные сандалии. Их одежда была также очень ветхой. Весь хлеб, что они взяли с собой, был чёрстым и заплесневелым. Что это за жители города Гаваон? Город Гаваон — это уменьшительное от Гева, еврейское слово, которое означает «горка» или «холм». То есть уменьшительное — это значит, буквально переводится название «небольшая горка». Такое было название этого города. Но в следующей главе, в 10-й, мы узнаем, и даст Бог, в следующий воскресенье будет проповедь на 10-ю главу, мы узнаем, что это был мощный достаточно город. Несмотря на своё название, «небольшая горка», это был мощный один из царских городов. И люди, которые жили в этом городе, об этом написано в 10-й главе, они были люди храбрые, в других переводах мужественные. Там использовано еврейское слово «гебор», которое используется в Библии для описания, например, силача Самсона, он был сильный и храбрый, для описания Голиафа, слово «гебор». И вот эти люди из Гаваона тоже названы этим словом. Почему же они себя так странно ведут? Вместо того, чтобы дать отпор, присоединиться к коалиции вот этих вот царей, они употребляют здесь хитрость. Это слово мы встречаем также в Библии, когда описано обольщение Адама Евы змеем. Змей был хитрым существом. Он употребил хитрость и обольстил Еву. И вот эти люди тоже пошли на такую хитрость. Они пришли к Иисусу, имеется в виду Иисус Навин, мы понимаем, в Гилгальский лагерь, и сказали ему и израильтянам, мы пришли из далекой страны, заключите с нами союз. То есть они приходят, и вот если мы посмотрим на карту, значит, вторжение евреев было с востока, вот эта земля обетованная, Бог обещал ее дать Израилю, они только перешли Иордан, и сразу же вот в Гилгале, по сути, это была их военная штаб-квартира, там они впервые, весь народ отпраздновал Пасху в Гилгале, и там был также жертвенник установленный Иисусом Навином из камней, которые они взяли из Иордана. То есть это было место ихней локации. Вот именно туда приходят эти люди и говорят, мы пришли из дальней страны. Израильтяне сказали Ивеям, а вдруг вы живете рядом с нами, как же нам тогда заключать с вами союз? То есть они видят, вроде бы картинка складывается, все старое, но они задают им такой вопрос, мы твои слуги, сказали они Иисусу. Но Иисус спросил, кто вы такие, откуда вы пришли? Хочет устроить им допрос. Значит, перед нами делегация людей, которые называют себя послами. Они ответили, твои слуги пришли из очень далекой страны. Они начинают рассказывать свою историю и говорят, узнав о славе Господа твоего Бога, мы слышали о нем, обо всем, что он сделал в Египте, обо всем, что он сделал с двумя царями, Амареев к востоку от Иордана, Сигоном царем Есивона и Огом царем Васана, который правил в Аштарофе. То есть они начинают рассказывать, что им известно то, как Бог благословил победами свой народ. Они об этом слышали. Это как эхо разнеслось. И вот они из далекой страны, они слышали об этом. «Наши старейшины, все жители нашей страны сказали нам, соберите в дорогу пищу, идите, встретитесь с ними и скажите им, мы ваши слуги, заключите с нами союз». То есть они представляют себя кем? Послами, что в их недалекой стране им дали такую роль. Их уполномочили, как послов, как делегацию, отправиться в далекую-далекую страну, заключить с Израилем мир. «Вот наш хлеб, он был еще теплым». Можете представить себе, как кто-то достает из этого драного мешка хлеб, с которого сыпется уже плесень. И вот он говорит, он был теплым, когда мы дома запаслись им в дорогу. В тот день, когда отправляюсь к вам, мы дома запаслись им в дорогу. Но посмотрите теперь, как он зачерствел и заплесневел. Дальше говорит, а эти мехи для вина? И кто-то, может быть, достал эти мехи. Когда мы их наполняли, были новыми. Но посмотрите, как они изорвались теперь. И точно кто-то из старейшин, возможно, взял, посмотрел там какие-то заплатки, заштопанные мехи. Вино транспортировалось тогда не в бутылках, это намного позже уже произошло, а вот в мехах, которые изготавливались из кожи животных. И вот они смотрят эти ветхие старые мехи, которые пора было заменить уже, но их не заменили, потому что все время шли. А наша одежда и сандалии совсем износились за долгую эту дорогу. И они смотрят, действительно, прохудившаяся одежда, рваные сандалии. И складывается очень такое устойчивое впечатление, что эти люди пришли издалека. Мы понимаем, что так как было использовано слово «хитрость», то перед нами не послы далекой страны, а хорошие маркетологи, как бы мы сказали. Люди, которые умеют хорошо продать, в данном случае хорошо продать себя и создать о себе определенное впечатление. Я не знаю, или вы попадались на уловку маркетологов хороших, я несколько раз попадался. Я вспоминал случай, когда я работал тогда в Киеве, сажусь здесь, значит, в Верпене на электричку, заходит мужчина в электричку и показывает супер-чудо-мочалки. Такие металлические вихоточки, которые отмоют все на свете. И он там продемонстрировал, как это все работает. Я еду и думаю, нужно, чтобы дома у меня была такая супер-чудо-мочалка. Я послушал его, впечатлен был его рассказом. И вот он прошел мимо, дальше уже, значит, я сижу с этими двумя мочалками. Я купил даже не одно, а две. И потом думаю, ну, как бы погорячился, зачем я две купил? Ну, так меня впечатлило. Пришел домой, и как только на эти мочалки металлические попала вода, на следующий день одна полностью соржавела, я выкинул, и вторую там через день буквально. Все, то есть продукция оказалась некачественной, а я стал жертвой вот такого хорошего маркетолога. Чуть позже у нас была история уже с семьей. Я думаю, ну ладно, я впечатлительный. Моя жена более уравновешенная, степенная. Вот мы были как-то однажды с семьей в Турции. Это было 10 лет нашей семейной жизни. Вот такое хорошее у нас путешествие. И вот мы слышали много про турецкий базар. И нас предупреждали, что вы можете оставить там очень много денег, будьте осторожны. Ну, то есть и мы как бы уже настроились, знаете, сгруппировались перед входом на базар, что мы ничего не будем покупать, только какой-то сувенир. Вот и я, и жена. А, и мы заходим, не успела переступить порог базара. Тут раз мне повесили на шею кошелёк какой-то в подарок уже. Я смотрю, тут кто-то говорит, вот чай есть, вот мой сын заготавливал. Смотри, хороший, держи, это тебе подарок. У меня уже какой-то чай. А вот у нас скидка. Я уже стою, покупаю этот чай. Потом проходим дальше. Это какое-то домашнее мыло, эксклюзивное. Вот держи подарок. У меня уже в подарок мыло. Но если ты хочешь угодить хозяина, давай ещё возьми кусочек. И я начинаю понимать, что деньги начинают по чуть-чуть расходоваться. И вот это люди Востока. Кто подобное переживал, люди умеют продавать. И вот здесь, получается, они говорят, смотри хлеб, раз достают хлеб, смотри одежду, а ветхие мехи. И вот израильтяне смотрят на это. Смотрите, хотя перед ними стоят тоже люди Востока. Еврея обмануть, провести очень сложно. Плюс у них за плечами уже был опыт Ерихона. Божью руку они видели. Опыт Гая. Они видели, к чему приводит грех. Они раскаялись. Они победили город. То есть уже был определённый опыт. Но, как мы видим в этой ситуации, смотрите, израильтяне попробовали их припасы, но не спросили Господа. Так получилось, что они были вот в этом кураже, в этом энтузиазме. Они увидели, и всё складывалось. Складывалась хорошая картина. Люди пришли действительно издалека. Вот артефакты, вот мы видим своими глазами. И комментаторы говорят, что вот фраза, что они попробовали что-то, например, от хлеба, попробовали их припасы. Она не только означает, что они продегустировали, ну действительно, да, плесневый хлеб, но это одна из форм заключения завета. Вот как один из комментаторов говорит. Это служило выражением со стороны израильских князей расположения к этим послам и их делу, то есть согласия на сделанное ими предложение. То есть на Востоке, когда человек пробует от твоих продуктов, это уже он доверяет тебе, и фактически это так заключался завет. И дальше стих говорит, Иисус заключил с ними мир, охраняя их жизни договором, то есть он сказал, что всё, мы теперь с вами союзники, мы на вас нападать не будем, мы защищаем теперь вас, а вожди общества скрепили это клятвой. Но что происходит в следующем стихе? Спустя три дня, проходит всего лишь три дня, в случае с моей мочалкой хватило суток, чтобы увидеть, что это было плохо. Здесь три дня. Как они заключили союз с гаванитянами, израильтяне узнали, что это их соседи, живущие рядом. То есть когда мы посмотрим на карту, мы увидим, что нету даже 50 километров расстояния до города Гаваон. Эти люди пришли совсем недалеко, создали такое себе впечатление, дальше мы узнаем их настоящий мотив, почему они так сделали. То есть достаточно близко. Плюс, что плохого ещё было в этом поступке из Кверного, кроме обмана? Ведь эти люди фактически, смотрите, тут идёт как раз военная оппозиция из этих царей. В следующей главе пять царей, они будут возмущены поступком гаванитян, потому что те из ихнего тыла заключили союз, то есть автоматически поставили под угрозу целостность вот этого всего как бы союза этих царей. И поэтому они нападут в следующей главе уже на гаванитяна, Иисусу Навину придётся их защищать. Итак, первое нельзя. Помните, мы говорим, два нельзя, которые лучше, чем можно в нашей жизни. Первое нельзя. Нельзя полагаться на желаемое. Нельзя, кто-то перефразирует, выдавать желаемое за действительное. Даже если очень это похоже на правду, нужно иметь бдительность. Они попробовали от хлеба, но потеряли бдительность и не спросили Господа. Нельзя полагаться на желаемое. Ну, почему же евреи попались? Что ещё могло способствовать их такому поспешному решению? Оказывается, в книге «Второзаконие» есть одно удивительное обещание Израилю. И вот наверняка Иисус Навин и старейшины, видя гаванитян, они могли вспомнить это обещание. Вот я прочитаю его сейчас, «Второзаконие, 28 глава, 9 и 10 стих». Смотрите, что Бог обещает Израилю. «Поставит тебя Господь народом святым, своим, как Он клялся тебе. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Смотрите, как всё складывается. Если они знали об этом обетовании, что происходит? Они остались верны Богу. После случая с Гаем они раскаялись. Они стали послушны Его заповедям. И обещание, говорит, это обетование, увидят все народы земли. Вот, конечно, вот это пророчество, оно сбывается. Эти люди пришли издалека. И помните их речь? Как они начали? «Мы видели славу твоего Бога», точно как в пророчестве. «Увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе». И дальше пророчество говорит, «И убоятся тебя». Как гаванитяне, из чего они начали свой диалог? Что мы твои кто? Слуги. Мы не просто твои партнёры. Они вот это почтение, уважение, этот страх свой выражают. И всё сходится. И наверняка, если с нами и старейшины думают, вот оно, исполнение пророчеств. Бог поставил нас, люди издалека идут, поклоняются ради славы Бога Израилева. Очень хорошая картина. Так и должно быть. Это исполнение пророчества. Ну, не только евреи оказываются в такой ситуации. Я думаю, вот такой пример, и следом ещё один пример, покажет нам, что и мы можем стать где-то жертвой подобного маркетинга. Несколько лет назад очень популярно было такое смс-сообщение. Поздравляем! Я тоже получил, кстати, такое сообщение. «Вы выиграли авто Toyota Corolla. Детали, значит, на сайте, и там киевский номер телефона». Кто-то получал где-то в 2017 году, не помню, где такое сообщение. Есть такие люди? Вот кто-то, да. То есть я получаю это смс-сообщение, думаю, ну, на кого они рассчитывают. То есть я выиграл машину, я ни в каком конкурсе не участвовал. Ну, думаю, зайду на сайт. Я зашёл на сайт, посмотрю, очень качественно сделанный сайт. Написано о том, что мы не дилеры Toyota, но мы с ними сотрудничаем. Потом мы сотрудничаем с компанией A1 Telecom. Они распространяют, значит, вот эту акцию. Мы в партнёрстве, отсюда у нас ваш телефонный номер. Всё как бы так грамотно оформлено. Ну, я оставил это сообщение, и всё. Но вот если вы зайдёте на сайт ТСН и посмотрите, что не все так реагируют. Мой земляк, тоже зовут Сергей, из Хмельничины, он решил позвонить по этому номеру телефона. И, значит, это в 2017 году было летом. И он позвонил туда, ему говорят, да, всё правда, вот мы сотрудничаем с компанией Toyota, у нас есть 10 машин, мы их разыгрываем вместе с компанией A1 Telecom, но мы можем вам в эквиваленте, то есть можете машиной взять, а можете 416 тысяч гривен, мы им перечислим, вы выиграли. Ну, человек радуется, как бы проверена информация, ему отправили на сайт, действительно условия акции описаны, всё, он там пощёлкал, покликал. Вот, ему говорят, только нужно одно условие, один процент нужно нам переслать. Один процент, вот, в общем, как-то его там уговорили, и он 4100 с чем-то там гривен переслал им. Потом мне звонят, спасибо, мы получили ваши деньги, занимаемся там оформлением документов, ну, ещё указом Порошенко, Петра, нужно ещё 2 процента. В общем, этот человек на 17 тысяч гривен им выслал процентов, ожидая, что? Свой автомобиль. Он положился на желаемое. Ну, вы понимаете, потом эта афера раскрылась, никто ему автомобиль давать не собирался, но всё выглядело очень точно. Позже оказывается, эта компания A1 Telecom, она вообще есть такая в Америке, она вообще занимается каким-то там оборудованием, в Украине она даже не зарегистрирована, в общем, всё это мошенничество раскрылось, но для него было слишком поздно. А вот здесь более свежий пример. Некоторые начали улыбаться. Совсем недавно было в Вайбере, кто получал такое сообщение? О, многие. Что Adidas, смотрите, раздаёт, представляете, 3000 бесплатных пар обуви. Ну, большая компания, хорошая, может себе позволить. Плюс 1800 футболок. Почему? Причина. 95 лет празднует Adidas и щедро делится со всеми. И вот тоже по разным там, так я посмотрел несколько источников, что же там происходит, если вы переходите там на сайт и так далее. Это возможно инфицирование вашего телефона, попадает вирус, он крадёт всю вашу адресную книгу. В общем, убытков больше, чем радости от неполученных кроссовок, которые якобы, или футболки, которые мы должны были получить. Поэтому вот этот маркетинг вокруг нас сплошь и рядом. И неудивительно, они в своё время попались на эту ловушку, но и сейчас времена не изменялись. И нужно иметь трежвый рассудок, нужно иметь критическое мышление, чтобы проверять, чтобы советоваться. В случае с Усанавиным нужно было советоваться с Богом, но Он этого не сделал. И Писание предупреждает нас, чтобы мы были бдительными. Вот в этом контексте давайте прочитаем знакомый многим текст из притчей. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Ну что, Бог против нашего разума? Нет, наоборот. Мы призваны любить его всем нашим сердцем, всем нашим разумением. Разум нам нужен, когда мы познаём Писание, читаем, исследуем, размышляем. Но при этом Бог даёт определённую такую границу, что во всех своих ситуациях, что даже и разум, в котором ты уверен, все факты налицо, логика твоя тебя не подводит, разум может ошибиться. И поэтому, если и надеяться на что-то в жизни, то на того, который никогда не ошибится. И поэтому мудрый Саламон говорит, не полагайся на свой разум, полагайся в любой ситуации на Господа. Этого совета очень сильно не хватало в тот момент Иисусу Навину, который как раз положился на то, что он видел. Жизнь с Богом — это путь, а не цель. Подытоживая вот этот принцип, что сказано в этой фразе, что жизнь с Богом нельзя вот так как галочку, как завершённую цель поставить. Вот я уверовал, всё, моя жизнь пройдена. Мне нужно мудрым быть. Я не могу стать мудрым на всю жизнь. Я могу мудрым быть сегодня. То есть жизнь с Богом — это ежедневный путь. Нельзя так начитаться Библию на всю жизнь. Мне нужно как хлеб, нужно это воспринимать, читать Слово Божье сегодня. Решение мне нужно принимать сегодня. Мудрость мне нужна на сегодняшний день. Полагаться на Бога я должен сегодня в своей жизни. И нельзя не вспомнить, конечно, историю, в которой оказался Иисус Христос. Она очень похожа по методу искушения на ту битву, которую Иисус Навин проиграл. Он положился на свои глаза. Помните историю, которая произошла с Господом Христом? Во время искушения на сороковый день, когда Христос постился в пустыне, он очень сильно захотел кушать. И дьявол решил как бы искусить его через его глаза. Он сказал, чтобы вот эти камни, которые так похожи на хлеба, чтобы Христос превратил их в хлеб. И это то, что нужно было Христу, потому что сороковый день, он ничего не ел. И это очень такое подлое было на последний день до этого поста, коварное искушение. То есть он говорит, вели этому камню сделаться хлебом. Вы видите здесь картинка, да, вот есть камни, есть хлеб, достаточно похожи. Когда ты голоден, то есть дьявол провоцировал его на картинку. Но мы знаем, читаем в Евангелии, как Христос ответил. Иисус сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. То есть Иисус Христос продолжал полагаться не на то, что он видит, не на свои желания, не выдавал, не полагался на желаемое, как мы говорим, первое нельзя, первый принцип. Но он полагался на Слово Божье. Нельзя полагаться на то, что так сильно похоже на правду. Лучше полагаться на саму правду, которая является Словом Божьем. Бог имеет абсолютную мудрость. Все самое лучшее он записал в своем слове. И, конечно же, моя гордость не позволяет мне полагаться на Бога. Люди сомневаются в авторитетности Библии, как Бог мог это записать и так далее. И склонны ходить своими путями. Но вот путь Христа показывает нам, что это ошибочный путь. Христос, будучи сам Богом, он полагался в этой ситуации все равно на Слово Божье. И неудивительно, Писание говорит, что нам нужно быть очень осторожными, потому что дьявол, сказано в послании Коринфянам, принимает вид ангелов света. И у него есть свои служители. И одно дело, когда мы попали с вами, попали на деньги в таком торговом маркетинге, ну, деньги потеряли, очень печально, очень грустно. Другое дело, когда, представьте, жертвами аферы какой-то медицинской и подорвалось ваше там здоровье, это еще губительнее последствия. Но еще хуже, когда мы можем стать с вами по незнанию жертвами маркетинга духовного. Когда уже учители появляются и говорят, ты с Богом, ты не должен болеть. В Эдемском Саду уже не было болезни? Нет, Бог против болезни. Поэтому если ты болеешь, у тебя мало веры, так называемое в Англии процветание. Или ты с Богом, но ты должен быть богат. А почему ты не богат? У тебя мало веры. Или ты не с тем Богом. И подрываются неутвержденные души, подрывается вера. И мы знаем, что есть такие духовные шарлатаны. И тут на кон поставлена уже вечность. Поэтому Бог предупреждает нас. И пример Христа полагаться всегда на Слово Божие. Вот почему в воскресенье звучит Слово Божие. Вот почему мы дома читаем Слово Божие, на группах изучаем Слово Божие. Чтобы мы научились полагаться на того, кто верный. Полагаясь на Слово Божие, я полагаюсь на самого Бога, на мнение самого Бога, на ценности самого Бога. И это выход для нас. Что происходит дальше в истории? Вы знаете, что небесследно прошла эта ошибка. И мы читаем с вами. Тогда израильтяне отправились в путь. На третий день пришли к их городам. Гаваону, Кефире, Бейрофу и Кириафе и Арыму. Вот эти четыре города, откуда были эти послы, так называемые. Они оказались вот в трех днях пути. Но израильтяне не напали на них. Потому что вожди общества поклялись им Господом Богом Израиля. Все общество роптало против вождей. Происходит смута внутри народа. Воины готовы завоевывать города, а они не могут, потому что с этими жителями этих городов начальники их не установили мир. Это такая патовая ситуация. Они начинают роптать, возможно, злословие своих вождей. А вожди отвечают, мы поклялись им Господом Богом Израиля, не можем теперь тронуть их. Из этого эпизода мы тоже можем несколько таких тезисов взять для себя. Тезис первый. Твой начальник может серьезно ошибиться. Точка. Никто не застрахован. Иисус Навин со старейшинами, даже группа начальников, они серьезно ошиблись. Твой учитель в школе может серьезно или в университете ошибиться. Лидер домашней группы он может ошибиться. Пастор он может ошибиться. Это первый тезис. Второй тезис. Ошибка начальника распространяется на подчиненных. Начальник ошибается, страдает вся организация, весь коллектив. И это правда. И третий тезис. Чем выше ответственность, чем больше у человека подчиненных и людей, которые следуют за ним, уважают его авторитет, тем ближе в отношениях с Богом такой человек нуждается быть, тем осторожнее он должен быть в своих суждениях, в своих решениях. Ну и Писание говорит, они говорят, мы поклялись, вот почему Христос говорит, не клянись вовсе. Поэтому это очень такой опасный путь. И мы видим здесь ситуацию, все как есть. Начальники ошиблись и конфликт в народе. Вот что мы сделаем. Они пытаются этот конфликт решить. Нужно найти компромисс. Убивать этих людей нельзя, с ними мир, но оставить в таком положении тоже нельзя. Они обманули, они лукаво действовали, они противники. Говорит, мы оставим их живых, чтобы на нас не обрушился гнев за нарушение клятвы. Обратите внимание, как они сразу же реагируют. Они говорят, мы уже поклялись. И если мы сейчас откатим наши слова назад, отменим, потому что это враги, все, разоблачилась ситуация, мы обретем себя на гнев. И, кстати, позже, в поколениях, если вы эту историю дальше проследите с гавайнитянами, Саул однажды, царь Саул, он решил забыть об этой клятве, и он покарал часть гавайнитян, убил. И Бог за это послал на три года, он послал засуху. Когда Давид через пророка вопрошает, почему нету дождя три года, Бог говорит, это за то, что Саул нарушил клятву. То есть Бог, он за клятвами следит. И вот евреи хорошо это понимали, что это не просто были сказанные слова. Говорит, чтобы не обрушился гнев за нарушение клятвы, которую мы им дали. И они продолжили, пусть они живут, но будут дровосеками и водоносами для всего нашего общества. Так обещание вождей не было нарушено. Они находят компромисс. Кто такие были дровосеки? Представляете, в Иудейской пустыне, я один раз был в Израиле, то есть там дрова не валяются, как у нас здесь в Верпенском лесу. То есть чтобы найти дрова, а дрова постоянно нужны были для скини, нужно было огромные расстояния проходить. И плюс водоносы. Представляете, вода на вес золота, где-то ее из какого-то колодца носить, то есть это такой рабский труд. И они говорят, вот мы для этого рабского труда, значит пусть эти гаванитяне они будут. Иисус призвал гаванитян и сказал, почему вы обманули нас? Сказал, мы живем далеко от вас. Тогда как вы живете рядом с нами, теперь вы прокляты. Проклятие — это нарушение клятвы. Тем, что они себя дискредитировали, все было построено на обмане. Иисус Навин называет это проклятием. Вы всегда будете работать дровосеками и водоносами для дома моего Бога. Один из комментаторов говорит, вот в чем было проклятие гаванитян. Любые другие народы могли присоединиться, войти в общество Израиля, как Раав, например. Раав вместе со своей семьей вошла в общество Израиля, начала поклоняться Богу Израиля, могла войти в Скинь, ну в Скинь, определенное место там, да, для женщин, значит, в храм. То есть она могла участвовать в богопоклонении. Фактически она была принята и израильской общиной, и Богом. Эти же люди, они никогда не были приняты в саму общину. Они всегда оставались теми, кто снабжает водой, снабжает дровами, но сами не могли войти и участвовать в богопоклонении. Они всегда были рядом с Царством Божьим, грубо говоря, но никогда не могли зайти туда. В этом было проклятие для гаванитян. И они отвечают Иисусу Навину, твои слуги узнали наверняка, что Господь твой Бог повелел слуге Моисею отдать вам всю эту землю, истребить перед вами всех ее жителей. Мы очень испугались за свою жизнь. Видите, второй виток разговора, все разоблачилось через три дня, и это совсем другая песня уже. Здесь мы не видим, что мы удивились, славе Бога Израилева, вся эта шелуха спала, и виден их ненастоящий мотив. Говорит, нам стало страшно за свои жизни. Примиряться они с Израилем не хотели, и они вот такой хитростью вошли в Божий народ. Как один из комментаторов сказал, они захотели присоединиться к Божьему народу, но без Бога, не Божьим путем. И потому поступили так, теперь мы в твоих руках, поступай с нами, как сочтешь лучшим и справедливым. И Иисус защитил их от израильтян, то есть убить их нельзя теперь уже, и те не убили их. В тот день Он сделал гаванитян дровосеками и водоносами для общества и для жертвенника Господа на том месте, какое бы Господь не избрал. Они делают это и до сих пор. Заканчивается такое повествование. И какой второй принцип мы можем взять из этой истории? Видим, что все, много диалогов крутится вокруг понятия клятвы. И второй принцип. Нельзя нарушать данное обещание. Мы видим здесь, Иисус с нами остается верным своим словам. Даже оно уже было ему невыгодно. Даже после того, как он обнаружил, что он был обманут, он все равно держит свое обещание. Почему он так поступал? Интересно, в другом тексте Библии, в Псалме, в 14, Давид пишет 11 характеристик человека, который может с Богом жить в одном шатре. Кто может служить Богу, мы бы сказали, в одной команде. Кто с Богом может быть? Кто на его горе может быть? И он 11 качеств этого человека пишет. И вот в синодальном переводе одно из 11 качеств. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Такой немножко странный стих. Я когда впервые прочитал его, помню, думаю, как это? То есть я, например, какому-то злому человеку пообещал, что я буду в его злом деле. Потом я думаю, да нет, это злое дело, я не буду участвовать. Но раз я уже поклялся этому злому, не должен изменять, выходит, я должен участвовать. Но думаю, ну как-то странно, ведь Псалом-то называется, начинается. Кто может пребывать в жилище с Богом? Разве может такой человек быть с Богом? Что-то не так. И вот когда мы смотрим другие переводы, проливается ясность, что речь идет о таком качестве человека, кто клятву хранит, пусть даже себе во вред. Понимаете, там нет никакого злого человека. Он хранит клятву даже себе во вред и остается верным этой клятве. Вы договорились о каком-то товаре, договорились продать его за какую-то цену, потом, видите, курс доллара скакнул, вам уже не выгодно, но вы дали обещание, и вы должны держать это обещание. Это качество еще называется в человеке словом «целостность». Очень важное качество для человека. Вот послушайте определение слова «целостность». Что такое целостность? Я специально использовал это слово не честность, не верность обещанию, именно целостность. Целостность — это практика быть честным и демонстрировать последовательную, бескомпромиссную приверженность строгим моральным этическим принципам и ценностям. Практика быть честным и держать стержень, не отступать от принципов. Бескомпромиссно придерживаться принципа. То есть целостность — это как дерево, которое ты подходишь со всех сторон, оно одинаково. Целостный человек, он в церкви вот такой, ты смотришь и в семье он такой, и на работе он такой. О Христе, когда попытались какое-то обвинение найти, никто со всех сторон не смогли найти никакое обвинение на Христа, потому что он был целостным человеком. Какие речи у него были, как он был с учениками, как он был в своем общении с отцом, он был везде одинаковым, он был везде целостным. И Бог сам является таким и очень это ценит. Как этот принцип применим? Хранить клятву. Первый вид клятв, который мы можем вспомнить, конечно же, это наше брачное обещание. У кого-то это произошло в ЗАГСе, когда вы поставили свою подпись, вы заключили завет. Был госслужащий, была ваша супруга или супруг, вы заключили брачный завет. У кого-то в церкви было венчание, когда мы в присутствии свидетелей обещаем верность, и заключается брачный завет. Поэтому прежде всего Бог за то, чтобы браки сохранялись до того момента, как эта часть брачной клятвы, пока смерть не разлучит супругов. Верность в браке. Но общество работает против этого. И вот предложили людям светским альтернативный вариант клятвы. То есть не популярно, не модно быть целостным сегодня. И вот как звучит этот вариант. Я, Джон, беру тебе, Мэрі, за співмешканку, чтобы заниматься с тобой сексом и разом сплачевать рахунки. Буду поблизу, пока все добре. А когда что-то пиде не так, то, может, и не буду. И если ты застудишься, то побежу в аптеку по ліке. И если ты занедужуешь настольки, что не сможешь надалі задовольняти мои потреби, то мне нужно будет рухаться далі. Відмовляючись от многих других женщин, я буду больше-менш вирным тебе, пока мне это будет вдаваться. Если мы разъедемося, это не означает, что для меня наши стосунки не были особливыми. Я присягаю жить с тобой, аж пока меня все влаштовит. Я клянусь жить с тобой до тех пор, пока меня все устраивает. Это из статирического журнала, но мы понимаем, что в принципе очень много правдивого в этих словах. Это горькое правдивое. Люди не говорят это, но то, как они живут, называя это гражданским браком, сожительством, любыми другими формами, у которых нет в Библии, фактически это и есть. Это жизнь без всяких обязательств. Поэтому важно оставаться верным до конца. Бог подчеркивает это. Верность после покаяния. То есть верность не только своему супругу, но целостность также проявляется в том, что я верен Христу. Не только когда Он меня благословляет, а что если Он на какое-то время решил меня не благословлять и испытывает меня? А станусь ли я верным Ему тогда? Потому что Христос, Он верен нам. Он дает обещание, что в одном из текстов, смотрите, кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. Иоанна 12, 26. Христос обещает со своей стороны, что где Он находится сейчас, с Отцом на небесах, там будут и Его слуги. Он нам верен в Своем обещании. Остается верность с нашей стороны. Вот почему очень важно постоянно быть в духовном тонусе. Не меняя ли мы Христа, не живем ли мы с Ним гражданским браком, позволяя себе жить вместе с грехом и со Христом, ведя двойную жизнь и так далее. Здесь мы видим, что важно быть целостным. Следующее — трудовые обещания. Вспомните момент, когда вас принимают на работу, есть определенный контракт, и вы соглашаетесь с условиями этого контракта. Целостный человек всегда будет и дальше продолжать жить и действовать согласно своему слову, которое он дал начальнику. Точно так же со стороны начальника. Если начальник обещал такую зарплату, и вы работодатель, вы должны следовать этому. Даже если вам уже во вред, нужно пересмотреть, то есть разные бывают моменты, но вы должны делать максимально, чтобы придерживаться клятвы и обещаний, которые вы дали. Обещания в учебе. Это больше, наверное, для школьников. Кто-то думает, ну я в школе никому ничего не обещал. Но на самом деле, когда родители определили вас в первый класс, хочу напомнить всем школьникам, они писали заявление на имя директора. И подразумевается, что ученики, у них есть своя роль, они обязуются учиться, выполнять задания. У учителей есть своя роль. Это тоже своего рода такой контракт. Позже в университете, конечно, это более там чёрным по белому написано, ясно. То есть обещания, данные в учёбе. Если вы студент, не забудьте, вы студент. Вам нужно сдавать всё, что необходимо для сессии, нужно читать всё, потому что это тоже показывает нашу целостность. Обещание вернуть долг. Если есть какие-то долги, и вы обещали, вам нужно его вернуть. Хотя всегда есть искушение скруглить угол, перестать быть целостным. В церкви одним, с людьми другим. Но мы знаем, что Бог, будучи сам целостным, уважает целостность, поощряет целостность, призывает к целостности. Обещания, данные детям. Специально добавил сюда этот пункт. Потому что мы думаем, ну я взрослому сказал, ну действительно, ну пообещал взрослому, другу там, ну из кожи вон нужно вылезти и сделать. Ну а когда ребёнку сказал, ну как бы, ну так, как бы, ну извини и всё. На самом деле, ребёнок тоже личность. Если родители что-то пообещали, нужно держать своё обещание или тогда не говорить. Потому что ребёнок воспринимает через призму отца или матери Бога. Это для него первые познания о Боге он черпает как раз в семье из поведения отца или матери. Поэтому если отец или мать целостны, следят за своими словами, выполняют обещания, то, конечно же, это проецируется. И когда ребёнок потом слышит слово «отец, небесный отец», он, ага, значит, мой отец так ведёт себя, и небесный отец так. Тогда всё складывается. Очень важно это. И завершая уже, как бы, всю эту главу, мы не можем не сказать ещё несколько слов об Иисусе. Потому что Он был испытан намного сильнее, чем Иисус Навин. И Иисуса Навина никто в конце жизни не распял на кресте. У Нё были свои стрессы, свои вызовы. Но в жизни Христа были намного более высокие нагрузки. И он остался верным. Отец дал ему заповедь, чтобы он родился, чтобы он прожил на земле, чтобы он пошёл на крест и умер на кресте. Это была заповедь от Отца. И Иисус не скруглил углы. Он пошёл по этому пути и дошёл до конца. Вот смотрите, как пророчество говорит об этом. «Я подставил спину, бьющим меня». Пророк Исаия пророчески видит и от имени Христа написаны эти слова. «Щёки тем, кто рвал мне бороду. Я не прятал лицо от насмешек и плевков». Он видит здесь пророчески страдающего Мессию. Мессия, который не сдаётся, не отступает назад, не прячет своё лицо, который идёт вперёд к своей цели. «Владыка Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь. Я сделал лицо своё, как кремень, и знаю, не постыжусь я». В этих стихах мы видим, с одной стороны, очень тяжёлый контекст, когда тебе плюют в лицо, рвут тебе бороду, когда тебя избивают. И с другой стороны, мы видим, что несмотря на этот контекст, почему-то этот страдающий Мессия, он идёт вперёд, не убегает от этого контекста, но делает лицо как кремень, то есть твёрдым, целеустремлённым, и идёт в эти тяжёлые обстоятельства. И вот тут я задаю себе вопрос, в чём секрет? «Как можно оставаться целостным в таких тяжёлых обстоятельствах?» И вот предыдущий стих как раз даёт ответ, что имел Иисус и что давало Ему силы так действовать. Нижний стих читаем. «Я не противился, назад не повернул». Видите, это продолжение. То есть он не отступил от пути, который вёл его на крест, не повернул назад. Почему? Перед этим есть такой стих. «Утро за утром он будет меня, будет ухо моё, чтобы я слушал, как ученик. Владыка Господь открыл мне уш». Интересно, очень приоткрывается жизнь Мессии. В Новом Завете мы видим, как вот это пророчество, что Иисус каждое утро общался с Отцом, как и Евангелист Марк это описывает. Исаия увидел это заранее, что Христос Мессия будет черпать силы и подпитки для каждого дня через своё вот это тихое время с Богом. Смотрите, вы видите эту связь? Это всё один отрывок. Бог его будит по утрам, говорит его, наставляет, даёт ему уверенности, силы полагаться на Отца. И потом он говорит в этом всех тяжёлых обстоятельствах, «Владыка Господь помогает мне». Как помогает? На тебя плюют, тебя ведут сейчас на крест. Но вот эта внутренняя жизнь с Отцом помогла Иисусу пройти, остаться стойким, остаться целостным и не сдаться. И возникает вопрос, как мы можем подобную внутреннюю жизнь иметь в своей жизни, в жизни своей семьи, своих близких. Я попросил бы сейчас доску, если можно вынести. Просто уже как завершающее такое применение, как иллюстрация. Значит, мы назвали это в нашей семье «Четыре стены нашего дома». Может быть, это будет полезно также и для вас, и применимо. Как я уже говорил, что христианская жизнь — это не цель, которую ты галочку доставил, всё, ты уже спасён, всё хорошо. Это путь. Путь означает, что у тебя есть отрезки пути. И один из отрезков пути — это один день. Ты хочешь молиться всю жизнь? Помолись сегодня. Ты хочешь любить Бога всю жизнь? У тебя есть отрезок, это длинный путь. Люби его сегодня. Поэтому очень важно иметь вот этот сегодняшний день, если можно так сказать, автономно, для того, чтобы быть в тонусе. Мне нужно сегодня общаться с Богом. И мы назвали вот это «Четыре стены нашего дома». В конце августа пришла такая идея, мы её в семье обсудили и начали практиковать. Значит, вот первая стена. То есть идея такая, нужно каждый день, каждый член семьи нашей строит четыре стены. Когда есть у дома четыре стены, это дом, который в безопасности. Бог ложит на него крышу, как своё благословение. Мы защищены и безопасны. И каждому нужно строить каждый день четыре стены. Их нельзя построить наперёд, на завтра, на послезавтра, только на сегодня. Это и есть путь. Значит, первая стена называется, мы назвали её так, это «Утренняя молитва». Утренняя молитва. То есть это то, что происходит у каждого лично. Это стена, которую каждый лично из нас, как член семьи, должен строить. Почему я делюсь это с широкими аудиторией? Потому что я верю, что если у вас нет ещё жены, нет у вас детей, вы можете эти четыре стены выстраивать вместе со своими друзьями. Быть кому-то подотчётными и так далее. Значит, первое — это «Утренняя молитва». Если это школьный график, например, приблизительно там 7.30, дети стоят в школу, то есть есть такое время для молитвы. Помолиться, попросить Божьего благословения на этот день и отправиться в этот день. Утренняя молитва. Внизу дня, угадайте, как вы думаете, как может называться нижняя стена? Вечерняя молитва. Значит, длительное время у нас, вот где-то года полтора, у нас есть такой будильник, заведён он на 21.30, 21.30 вечером. И всегда этот будильник означал то, что детям нужно идти в душ, готовиться ко сну. О, они не любят этот сигнал, он там раздаётся, там кто-то играет что-то, кто-то общается, и нужно всё теперь уже оставить, идти в душ, это значит день уже заканчивается, а так хочется, чтобы он продолжался. То есть всегда вот этот сигнал будильника, он был связан вот с такими эмоциями. В конце августа мы поменяли, я вам скажу, две недели ушло на то, чтобы поменять назначение этого сигнала. В конце августа мы решили с семьёй, что мы будем собираться в 21.30, кто бы что ни делал, мы все собираемся в одной комнате для совместной молитвы. Если это личная молитва, то это коллективная, наша семейная молитва. Я вам скажу, это было непросто. Сначала я ходил, собирал детей по комнатам, говорю, у нас время молитвы. Прошло там несколько недель, не все ещё поняли, что когда этот пеликает будильник, это время для молитвы. Но это мы были последовательной женой, собирали, мы молимся, мы молимся. И это время, когда мы успокаиваемся, мы уже никуда не спешим, мы оставили все дела, которые делали. Просто провести вот этих 10-15 минут в молитве. Но перед тем, как помолиться, нужно настроиться, потому что день-то продолжается, какая-то суета, недоделанные уроки, там и так далее. И для того, чтобы настроиться, мы решили задавать друг другу два вопроса. Первый вопрос. Как Отец Небесный проявил себя в этом дне? То есть каждый из нас видел руку Божью. И мы можем вечером, вот перед этой семейной молитвой, настроиться и подумать, как Небесный Отец за кулисами-то он трудился, я ходил, я что-то делал. Но Бог, Он продолжает свою благодать, свою любовь к нам. И мы с женой и дети по очереди, вот мы отвечаем на этот вопрос. Учимся замечать руку Божью, не видеть совпадения какие-то в дне, замечать руку Божью. И второй вопрос. Как мы видели свою греховность? Почему такой вопрос? Можно было бы на позитиве, знаете, завершить, Бог столько хорошего сделал в этом дне, давайте мы поблагодарим Его. Если первый вопрос, Он как бы расширяет наше сердце, мы смотрим на Бога, сердце исполняется благодарностью, поклонением, то второй вопрос, Он смиряет нас. Потому что мы все помним в одне случаи, когда проявили гнев, проявили раздражительность, когда кого-то обманули, что-то сделали не так. И я, и жена, и дети, мы друг перед другом исповедуемся. Мы говорим, да, пролазило. Грех невозможно искоренить из нашей жизни, пока мы живем в старом, неискупленном теле. И это сопровождает нас. И поэтому этот второй вопрос, Он смиряет нас. Он наше сердце ставит в правильное положение, что несмотря на нашу греховность, Отец Небесный все равно заботится за нас и благословлял нас. И потом у нас идет время молитвы. Мы делаем просто молитву по очереди. Или было такое, что мы с пацанами пошли в одну комнату, жена там с дочкой в другую комнату. То есть вот так вот проходит вечерняя молитва. Но между этими двумя стенами есть же еще много часов. Нужно строить третью стену. Третья стена звучит так. Личное чтение Библии. Личное чтение Библии. Все очень просто. Как бы название стены говорит само за себя. Что каждый из нас должен в течение этого времени, хорошо, если это ближе к утру, когда мозг еще не загружен, ну может быть в обед, некоторые приходят со школы, читают в обед или вечером, но важно между двумя этими стенами пообщаться с Богом. Почитать что-то из Писания, из истины, которая пропитывает нас, чтобы мы могли благочестиво жить, угождать Богу. Личное чтение Библии. И остается еще одна стена. Называется она просто обсуждение прочитанного. Обсуждение прочитанного. То есть то, что ты сегодня почитал из твоей порции Писания, кто-то 11, кто-то там главу читал, ты должен обязательно с кем-то из членов семьи обсудить. И вот из всех членов нашей семьи, Влад, наш сын, больше всего схватился за эту стену. И знаете, что каждый день, без пропусков, начиная с конца августа и до сегодняшнего дня, и вот недавно, буквально между второй и третьей песней, он не задает всегда один и тот же вопрос. И он сегодня его тоже задал. Знаете, как звучит вопрос? Папа, что ты сегодня читал из Библии? Потому что он знает, ему нужно закрыть эту стену. И он нас всех вдохновляет этим вопросом. Это очень хороший вопрос. Это духовная подотчетность внутри нашей семьи. И смотрите, две дисциплины тут есть духовные, личные, а две коллективные. Ты не можешь пройти эту стену, если ты ни с кем-то не побеседовал, или с родителями, или с другим кем-то. И таким образом, вот это создало определенный микроклимат такой духовный в нашей семье. Это очень простая модель, о ней легко рассказать, ее легко передать. Если вы не семейный человек, я не думаю, что здесь что-то меняется. Утренняя молитва у вас может быть личная, вы почитали Писание, но вы должны быть озадачены, днем кому-то, написать сообщение вашему наставнику, члену домашней группы, чтобы обменяться вот этим духовным опытом, что Господь кому сказал и так далее. И в вечернее время вечерней молитвы тоже здорово, если есть это делать в кругу семьи, или, например, вместе с кем-то по телефону можно помолиться, или по Вайберу. Хотел поделиться этим с вами. И завершаем, напомним друг другу два нельзя, которые лучше, чем можно. Первое. Нельзя полагаться на желаемое. Нам нужно каждый день быть в духовном тонусе. Хочет ли этого Бог? Перепроверять, советоваться с наставниками, советоваться с людьми зрелыми, чтобы не полагаться на желаемое, потому что это приведет к разрушительным последствиям. И второе. Нельзя нарушать данные обещания, которые мы давали своим женам, давали Христу, когда уверовали в Него, давали кому-то по работе или своим друзьям. Пусть поможет нам в этом Господь. Давайте мы помолимся, друзья. Господь наш дорогой, мы благодарны Тебе за замечательную историю из книги Иисуса Навина. Мы видим эту проблему, этот кризис, в который попал Иисус Навин как вождь, как предводитель. Он ошибся. Ошибка многого ему стоила, Господи. Мы рады, что мы могли посмотреть также и на Тебя, Христос. Ты остался верным Отцу, полагался всегда на Его слова, не действовал своевольно, был всегда в послушании. И этим Ты показал нам маршрут, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам изо дня в день очень осторожно, аккуратно, в тесной связи с Тобой идти этим маршрутом, Господи. Тем самым мы обезопасим себя от лишних, ненужных грехов в нашей жизни. И, Господи, будем испытывать большую радость от Твоего присутствия. Благослови нас идти этим маршрутом каждый день, Боже. Также Ты знаешь обещания, которые мы давали своим супругам, обещания, которые мы давали во время крещения, Господь, обещания, которые мы давали своим друзьям или кому-то по работе. Мы просим, чтобы Ты учил нас и показывал, где мы не храним целостность, чтобы мы могли в этом раскаяться, чтобы мы могли это исправить, отдать долги и быть целостными людьми, одинаковыми всегда и в церкви, и на работе, Господи. Помоги нам в этом. Мы видим из этих историй, что люди ошибаются, и мы, возможно, ошибемся, что мы не сможем хранить эту целостность, но благодаря поддержке Твоего Духа мы можем, Боже. Поэтому помоги нам и в этом полагаться на Тебя. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Сына и Духа Святого. Спасибо.